Дорогие отцы, братья и сестры, я вас поздравляю с праздником в честь иконы Божьей Матери Всецарица. И мы вспоминаем о особом действии промысла Божьего на Святой горе Афон, где просияла эта гора многими иконами Божьей Матери. И мы знаем, что Царицу Небесную именуют игуменей Святой Афонской горы. Да и сама Афонская гора уже давно называется Святою. Поэтому для нас особенно важно, что Матерь Божья и до сего дня сохраняет эти земли и наполняет их благодатью Божьей. И люди, которые притекают туда, на Святую гору, да и везде, где есть списки или образы Пресвятой Богородицы, везде по молитвам ее получают люди и исцеление, и дарование прошений, которые они высылают в небо, и особую милость, и особое состояние сердца. Потому что благодатный мир Божий так действует на человека, что укращает его страсти и делает его способным к восприятию вечной божественной жизни. И для нас сегодня отрадно, что мы имеем список со Святого Образа из Ватопецкого монастыря и имеем такую незримую связь со Святой Афонской горой. И надо подчеркнуть, что множество икон там появилось, потому что было множество святых людей на этой горе. И в русской земле множество икон чудотворных Божьей Матери, потому что много было святых людей. И ради этой святости, ради того, что люди искали освященности от Бога, то есть состояние пребывания в преображенном виде, чтобы жизнь действительно была по заповедям Божьим, чтобы она реализовывалась именно теми, исполнением тех заповедей, которые дал нам Господь. И вот как притягивает все доброе к себе, точно так же и святые люди, и святые иконы притягивают к себе множество других людей. И там, где много благодати, там особенно процветает жизнь людей. И она бывает во славу Божию. Именно там наступает гармония. И вот когда мы взираем, как столетия и тысячелетия продолжается жизнь на Афонском полуострове, точно так же и нам здесь, на нашей земле, как ведь и Русь называли святою, тоже должна продолжаться духовная жизнь. И чем ближе мы будем к Богу, тем больше будет проявляться этой божественной силы в нашем народе, в наших местах. И тогда поистине уже не по названию, а по самому существу здесь будет святая жизнь, святая Русь. И как важно, чтобы мы видели примеры того, как можно жить свято. И Афонская гора является множеством примеров подвижников благочестия, которые денно и ночно воспевают величие Божие и стремятся к духовному совершенствованию, к тому состоянию, как называется это в церкви, преподобию. То есть быть настолько близкими к Богу, чтобы образ Божий, Его святость, вечная слава, Божество, сияли в человеке. И дай Бог, чтобы мы тоже могли так жить, как живут на Святой Афонской горе. А часто называют эту гору наподобие Улья, потому что монахи так часто и многократно произносят сладчайшее имя Господа Иисуса Христа и Пречистой Девы Марии, что можно было бы это сравнить с Большим Ульем, где пчелы жужжат своими крыльями и создают эту прекрасную атмосферу жизни. И вот пусть эти молитвы и от нашего Отечества возносятся в небо, во славу Господа нашего и Творца, во славу Царицы Небесной, все царицы, как мы называем Божью Матерь. Конечно, ищущим она открывает и подает все необходимое, и многие в недугах, болезнях различных прибегают к Пречистой Божьей Матери, получают от нее благодатную помощь и исцеление, ибо она обрела особую благодать у Бога и ныне предстательствует за человечество о Его спасении, о разумлении нашем, о даровании нам мудрости и, конечно, вечного спасения. Я поздравляю вас с этим праздником, и пусть Царица Небесная покрывает нас своим аммофором, пусть будет неотступна ее помощь и покровительство, ее защита и утешение, ибо всякую слезу она отрет с лица страждущего человека, если он всем сердцем прикипел к Богу и прикипел к заступничеству Божьей Матери своими молитвами, очищая сердце и добрыми делами, подтверждая доброе намерение жить в благочестии со Христом. Я желаю, чтобы это все благодатное было и в наших сердцах, и чтобы наши молитвы никогда не прерывались, которые должны славить единого истинного Бога и Царицу Небесную. Поздравляю вас с этим праздником и приглашаю завтра на Божественную Литургию, которая начнется в 8 часов утра. С праздником всех вас!